Здравствуйте! В эфире телеканала 24КЗ Парламент. Программа о деятельности главного законодательного органа республики. Меня зовут Адиль Нуртай. И смотрите в ближайшие 5 минут. В Казахстане добывается более 80 миллионов тонн нефти в год, сообщил на правительственном часе в Мажелисе министр нефти и газа Сауат Мунбаев. Перед депутатами Мажелиса в рамках правительственного часа о работе своего ведомства отчитался министр нефти и газа Сауат Мунбаев. Вопросов в главе этого ведомства было много, поскольку нефтегазовая отрасль остается бюджета, образующей для нашей страны. И даже несмотря на стремление Казахстана постепенно уходить от сырьевой зависимости, внедряя зеленую экономику, нефть будет востребована еще долгие годы. Как отметил министр, даже при всех колебаниях рыночных цен на черное золото, по прогнозам специалистов, сильного падения стоимости не предвидится. Но если взять любые прогнозы на 2030 год, любые, любых экспертов, то в абсолютном выражении потребление нефти не уменьшается. В абсолютном выражении оно растет. Больше того, в относительном выражении, в относительном исчислении сокращение потребления нефти в мире в структуре энергобаланса мирового заставляет максимум процент 2. И в этом смысле потребность в нефти, мы не ожидаем, что она будет сокращаться. И республика на сегодняшний день не намерена, согласно стратег-плана министерства, сокращать объем добычи. На вопрос депутатов, не нужно ли Казахстану создавать резервные запасы нефтепродуктов, министр ответил отрицательно. По его мнению, лучше в запасе держать месторождения, как это делают, например, в США. Мы добываем 80 миллионов тонн нефти. На внутренний рынок отправляется 14 миллионов тонн нефти. По закону и о нацбезопасности, и об обороте нефти и нефтепродуктов министерство, в частности, имеет право в любой момент направить на внутренний рынок ровно столько нефти, сколько считает нужным. И остальное ведет на экспорт. Есть ли смысл в нашем случае строить дорогостоящие резервуары, хранить в них нефть, когда законодательно можно уже добываемую нефть направлять на нефтеперерабатывающие заводы? Мы полагаем, что нет. И в этом смысле республика Казахстан исповедует второй концептуальный подход. Это резервировать месторождение. Спрашивали депутаты, конечно же, и о бензине. Ценах на этот вид топлива в переходе на стандарт евро 3 и 4. По данным, приведенным депутатом Доригой Назарбаевой, нефтеперерабатывающие заводы недостаточно загружены. Например, в 1991 году наши НПЗ перерабатывали более 17 миллионов тонн нефти в год, а сегодня эта цифра едва доходит до 14 миллионов тонн. По информации министра, это вызвано процессом модернизации НПЗ. И уже к началу 2016 года будет завершена реконструкция Шенкенского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов. Тогда Казахстан сможет перейти на стандарт евро 3 для бензина И-92. В отношении модернизации от Ираусского НПЗ министр сообщил, что проект строительства комплекса по глубокой переработке нефти уже утвержден. Подписаны контракты с подрядчиками. Министерством нефти и газа за стекший год проделана достаточно большая работа. Это и вопрос урегулирования отношений по карагачекиндарскому проекту, который позволил увеличить долю Казахстана в управлении этим проектом на 10%. Это и вопросы сотрудничества с Российской Федерацией в области поставки нефти и нефтепродуктов. Недавно парламент ратифицировал два международных документа на эту тему. И надеемся, что они позволят в полной мере использовать мощности наших НПЗ, в первую очередь Павлодарского. Все это, безусловно, позитивно скажется нашим внутренним рынком нефтепродуктов. На этом пока все. Смотрите программу «Парламент» каждый день на телеканале 24KZ. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин